В богато обставленной каюте крейсера дома Брага его нынешняя глава Колсида деловито рассматривала звёздные карты. Совсем скоро ей предстояло отправиться в неизведанные уголки космоса, и поэтому последние пару месяцев капитан посвятила подготовке к путешествию. К сожалению, некоторые из её приготовлений пошли прахом. Ей так и не удалось договориться с домом Вансаар, а братство запросило слишком много кредитов за своих наёмников. Однако Колсида смогла найти неожиданных союзников. Было ли это провидением императора или насмешка тёмных богов, но после завершения переговоров с братством капитану подошла таинственная женщина, предложившая встречу со своими покровителями. К большому отвращению Колсиды этими покровителями оказались Эльдары, которые предложили помощь, взамен попросив коллекцию камней душ, что некогда была добыта основателем дома Брага. Взвесився за и против, Колсида согласилась и получила в своё распоряжение небольшое воинство под командованием принцессы-корсаров Меари. В начале совместного путешествия Эльдары держались особняком, чтобы не нервировать экипаж корабля Колсиды. Но со временем, видавшей практически все ужасы галактики, матросы привыкли к необычным союзникам, что позволило принцессе Меари изредка подниматься на борт призрачного лезвия, дабы обсудить с Колсидой их совместную экспедицию. Колсида была занята просмотром отчётов других вольных торговцев, уже летавших в эту часть космоса, когда в её дверь постучали. Не дождавшись ответа, некто, находящийся в коридоре, открыл дверь и вошёл. Мягкий свет потолочных ламп вырвал из тьмы коридора нечеловечески красивое лицо, обрамлённое чёрными шелковистыми волосами. Принцесса Корсаров, сделав изящный реверанс, подошла к столу капитана и молча стала рассматривать звёздные карты. «Принцесса Меари, чем обязана такому неожиданному визиту? Мне кажется, мы позавчера всё с вами обсудили», — спросила Колсида, не отрываясь от бумаг. «Полно вам, капитан, можете называть меня просто Меари», — певуче ответила принцесса. «Я зашла узнать, сколько ещё мы будем дрифтовать в этом забытом всеми богами месте. Мне казалось, предоставленные мной карты должны были ускорить планирование вашего маршрута». Колсида устало вздохнула. Даже с данными, полученными от Ксеносов и других вольных торговцев, ей было боязно отправляться навстречу неизвестности. «Я не знаю. Даже с вашими картами мне трудно составить оптимальный и безопасный маршрут. Однако, если бы вы мне сообщили, что нас там ждёт, я бы ускорилась». К сожалению, последний раз я была на этих аванпостах нашей цивилизации несколько тысяч лет назад, и не могу точно сказать, что на них происходит сейчас. Но всё же, я посетила не для того, чтобы поторопить или узнать точное время отбытия. Это всё лишь предлог для беседы на совсем другую тему. Мэаре тепло улыбнулась и, не спрашивая разрешения, села на одно из кресел, что стояли рядом со столом Колсиды. Капитан пристально посмотрела на свою незваную гостью и поняла, что ей самой не мешало бы отвлечься. Сев на стоящий рядом со шкафом для напитков диван, Колсида налила себе щедрую порцию амасека. Сделав большой глоток, капитан спросила, «Так что же за тему вы предлагаете поднять, принцесса?» «Понимаете, капитан, я не так часто сталкиваюсь с мункеями». Мэаре замолчала на секунду и продолжила. «Я хотела сказать людьми. Я, в отличие от своих братьев и сестёр, не испытываю к вам такого отвращения. Мне хватает ума понять, что если Альдары хотят вырвать свои души из лап той, что жаждет, им не обойтись без помощи людей. Поэтому я бы хотела узнать побольше про ваше общество». Колсида, делая очередной глоток, поперхнулась, но быстро оправилась и начала рассказывать. «Империум, как вам, думаю, известно, состоит из миллионов миров, которые населяют миллиарды людей, каждый из которых принадлежит к тому или иному классу». На верхушке нашего общества находятся люди, что скрываются в тени трона повелителя человечества. Это адепты администратума, арбитры, солдаты и космодесантники, священники и инквизиторы, а также техножрецы. Все они пользуются наибольшим уважением в нашем обществе, и хотя стараются не ставить себя выше планетарных законов, однако строго следят за их исполнением. Империум же, в свою очередь, следит за ними самими. Тех, кто стремился слишком сильно давить на местные власти или шантажировать своих коллег для получения личной выгоды, часто находят мертвыми в своих постелях. Гораздо реже эти выскочки пропадают бесследно. Кто бы что ни думал, даже самый незначительный клерк получил свою должность в благословении императора человечества, поэтому даже планетарные правители дважды подумают, прежде чем перечить ему. Ведь если он подаст жалобу вышестоящему руководству, пусть которую и рассмотрят спустя сотни лет, скорее всего, будет отдан приказ казнить виновного, а если он мертв, то его потомков. Но, несмотря на, казалось бы, абсолютную власть этой прослойки общества, император требует от своих слуг скромности и смирения. Практически все чиновники облачены в одинаковые мантии. Они выглядят достаточно неброско, но всегда украшены символами имперской власти, что подчеркивает их авторитет. Поэтому многочисленные адепты всегда выделяются из толпы, на каком бы мире они ни находились. Большинство этих служащих одиноки. Империум не поощряет привязанности среди своих слуг и одобряет целомудрие, хотя и не требует его. Лишь некоторые заводят семьи, но не по любви, а ради политических целей и своих амбиций. Все имперские чиновники живут и работают отдельно от остального населения, в специально обустроенных кварталах, изредка покидая их для внезапных проверок или в поисках развлечений. Чуть дальше от трона императора стоят дома вольных торговцев и навигаторов. Они играют для империума большую роль и поэтому наделены большой властью. По крайней мере, уж вольные торговцы так точно. Однако им зачастую все равно, что происходит на той или иной планете, если это не мешает вести им дела. Однако, если их бизнес находится под угрозой, они могут вмешаться, так как имеют подчинение огромной наемной армии. В отличие от имперских чиновников, для таких домов семья – это все. Чем древнее тот или иной род, тем зачастую он имеет больше богатства и власти. Они купаются в роскоши и всем своим видом пытаются подчеркнуть свою значимость, выпячивая вперед свои позолоченные гербы. Опять же, как и в случае с имперскими служащими, большинство вольных торговцев стоят выше местных законов и лишь смеются, когда планетарные правители пытаются ставить им условия. Навигаторы же и вовсе могут иметь подконтрольные своим домам планеты. Хотя в основном все они ведут дела и проживают на Терри. Хм... Я бы не сказала, что вы купаетесь в роскоши, капитан. Во время полетов я ставлю практичности выше роскоши. Но видели бы вы мое поместье, принцесса? Если его продать, то можно купить какую-нибудь забытую императором планету на краю галактики вместе с планетарным губернатором и дворянством. Кстати, о дворянстве. Оно в имперской иерархии идет следом. Порядок и процветание того или иного мира все же в большей степени зависит от местного правительства, чем от имперских властей, которые в большинстве случаев следят лишь за исполнением закона и количеством десятины. Выше всей знати стоит планетарный губернатор, который осуществляет общее правление целым миром, ниже него стоят другие правители, в чьем подчинении находятся города, деревни и прочие места, где проживает основная масса людей. Зачастую Терри плевать, что происходит на той или иной планете, поэтому недовольная знать может свергнуть губернатора и поставить на его место нового. Имперские чиновники с радостью закрывают глаза на удачливых претендентов, занявших трон, пока они соблюдают другие законы, оправдывают это тем, что мятежники не добились бы успеха, если бы того не пожелал император. Что касается менее удачливых претендентов на трон. Ну, их ждет медленная и мучительная смерть, как и их семью, да и прочих последователей. Однако не каждая смена планетарного правительства заканчивается кровопролитием. Пускай на большинстве миров пост губернатора передается по наследству, но вот на оставшихся мирах новых губернаторов может избирать знать и даже простой люд. Также их могут назначать согласно древним традициям. Как вы можете догадаться, принцесса, знать это часть имперского общества, которое старается выделяться на фоне прочих. Их одежды могут быть настолько вычурными, что даже культисты сланиш могут посчитать их слишком безвкусными. Однако не все они и стереотипные ленивые ублюдки, что предаются лишь вечному докадансу. Множество знатных родов тысячелетиями выводили идеальных потомков. Селекция и генетические модификации помогли достичь им неимоверных высот. Лучшее образование, лучшая бионика, все лучшее, что только можно купить за деньги, сделало дворян идеальными слугами императора. Они зачастую умнее, чем другие представители их класса, обладают более быстрыми мыслительными процессами и фотографической памятью. Конечно, некоторые перегибают палку и становятся более похожими на жрецов Механикус, чем на обычных людей. Но такие случаи довольно редки. Остальные же, обладая такими возможностями, стараются улучшить свое положение за счет своих приобретенных способностей, зачастую работая днями и ночами. Ниже знати стоят просто богатые люди. Они незнатного рода и добились такого успеха благодаря своему уму и предприимчивости, а не с помощью имени своей древней династии. Всеми силами они пытаются породниться со знатью, чтобы возвыситься, зачастую покупая невест или женихов у древних родов, чье финансовое положение находится на грани краха. Может показаться, что их положение довольно стабильное, однако это не так. Любая ошибка или действие соперников могут уничтожить их репутацию и благосостояние. Калсида внезапно замолчала, а затем, сделав пару глотков, задумчиво продолжила. Имя и верность. Без этих вещей ты никто, каким бы ты уникальным не был. И поэтому даже рабы могут стоять выше свободных людей. Империум стоит на верности. И как бы странно это ни казалось, династии потомственных слуг занимают гораздо лучшее положение, чем все другие. Однако империум – это не только мир ультрабедных или ультрабогатых. В нем есть и прослойка населения, который удается держаться ровно посередине. Среди этих счастливчиков – мелкие лавочники, ремесленники и земледельцы. Все они по счастливой случайности или же путем долгого труда смогли получить в свое владение определенный капитал, давший им определенную независимость. Конечно, в случае кризиса или вторжения, эти люди первые, кто попадет под удар, и могут потерять все, что было нажито непосильным трудом. Зачастую главы семьи отдают своих детей, которые не могут претендовать на какое-либо наследство, на пожизненное служение в богатые знатные дома, чтобы дать им лучшую жизнь. Однако, на мой взгляд, профессиональные рабочие чувствуют себя комфортнее всех среди своего класса. Их ценят все, от имперских властей до черни. Поэтому каждый рабочий, будь то врач или цеховой мастер, носит свою форму с гордостью и почетом. Несмотря на то, что они живут достаточно скромно, они ни в чем не нуждаются. Нередко их дети получают хорошее образование за счет организации, на которую они трудятся. А сами же они имеют большой шанс возвыситься. Так нередко случалось, что талантливые инженеры были замечены технозрецами, которые брали перспективного кандидата под свою опеку, а потом, пускай через столетие, открывали ему все таинства бога машины, принимая в свое братство. Также такие работники меньше всего подвергаются нападкам со стороны преступников. Бандиты прекрасно понимают, что если тот или иной ценный для производства сотрудник будет ограблен или убит, заводская охрана или арбитры с радостью разбавит свою рутинную службу показательным расстрелом. К сожалению, даже у такой, казалось бы, рутинной и безопасной жизни есть своя темная сторона. В погоне за повышением скорости работы многие владельцы заводов или клиник имплантируют своим подчиненным многочисленные бионические импланты, которые рано или поздно доводят работников до безумия. Но даже вероятность стать жертвой низкокачественной бионики – судьба гораздо лучше, чем судьба простого рабочего. Также не менее привилегированной группой являются всевозможные студенты. Для комфортной жизни в Империуме большинству его жителей хватает базовой грамотности. Однако для тех, чьи амбиции достаточно велики, в Империуме есть большое количество учебных заведений. На любой вкус. Толпы студентов в одинаковых мантиях, может быть, сейчас и не представляют из себя ровным счетом ничего. Но все изменится, когда они покинут стены своих школ и будут наняты многочисленными организациями Империума. Самые успешные студенты могут быть выбраны для многочисленных кибернетических улучшений, которые со временем превратят их в савантов – живых кагитаторов. Те, кто стали савантами, найдут свою смерть, подсчитывая годовой планетарный урожай или же корректируя вектор Имперской атаки. Судьба других также незавидна. Большинство студентов умрут в процессе обучения от огромного стресса и незаконных стимуляторов, так как если их успеваемость будет ниже требуемой, они вернутся обратно в ту дуру, из которой выползли. Но все это не идет ни в какое сравнение с жизнью простых рабочих и крестьян. Кто бы что ни говорил, но Империум построен на крови триллионов людей, которых имперская машина считает не более чем восполняемым ресурсом. Все эти толпы занимаются самым тяжелым и рутинным трудом – от добычи руды до возделывания земли или сборки простых устройств. Хотя на бумаге они и считаются свободными людьми. В реальности они бесправны. Их жизни находятся в руках жадной знати, которая выжмет из них все соки, после чего их тела будут переработаны. Жизнь таких рабочих сосредоточена вокруг производственных комплексов и шахт. Там они рождаются, там живут и умирают. Для таких людей Имперские законы – нечто абстрактные. Их жизнь регулирует уставы фабрика шахт. Пока в производственном комплексе не начнется бунт, планетарному правительству будет все равно, какие преступления совершаются в его стенах. Но все же, будучи свободными людьми, пусть и связанными 50-летним контрактом, они хоть как-то способны повлиять на свою судьбу. Конечно, немногим удается пробиться наверх и стать профессионалом в своем деле, после чего получить дополнительное образование и вступить в средний класс. Но больше всего шансов улучшить свое положение у работников-мануфакторумов Адептус Механикус и фермеров с шахтерами. Первые, проявив достаточно религиозное рвение, могут присоединиться к культу машины, став техножрецом или скитарием. Вторых же, довольно часто набирают в гвардию или СПО, так как там всегда пригодятся крепкие мужчины и женщины, способные выживать в ужасающих условиях. Ниже всех находятся рабы, что является настоящей собственностью. Миллионы мужчин и женщин добровольно продают себя и своих детей в рабство, чтобы не умереть голодной смертью. Крепких людей нередко подвергают лоботомии и кибернетически улучшают, чтобы они лучше и быстрее выполняли свою работу. Но красивым девушкам и юношам всегда найдутся применения в хозяйских спальнях. Как бы плохо не жилось таким людям, они, по крайней мере, всегда сыты. Да и в Империуме всегда есть те, кому живется гораздо хуже. Многочисленные изгои, преступники и еретики находятся практически на дне имперского общества. Их не защищают никакие законы. Наоборот, любой, кто сообщит об их присутствии или принесет трупы, будет поощрен имперским и планетарным правительством. Эти отбросы общества сбиваются в небольшие банды или в огромные преступные империи, что живут в тени Империума и питаются его порогами, поставляя знати наркотики и рабов. Также бандитам иногда поручают найти и доставить редкие ресурсы, что частенько находятся в зараженных радиацией или опасными вирусами в заброшенных комплексах. Однако, у них всегда есть шанс снова стать частью Имперского общества. Ведь как-никак, они люди. Никто ведь не узнает, что ты преступник или еретик, если ты сможешь выдать себя за кого-то другого. Да и всегда можно искупить грехи, вызвавшись добровольцам на самоубийственную миссию. А вот у тех, кто уже с рождения не является частью Имперского общества, такой возможности нет. Многочисленные мутанты – самый презираемый Имперским обществом слой населения. Без разницы, получили они мутации в результате работы на загрязненных участках или им просто не повезло, и они уже родились с ними. Отношение ко всем одинаково. По Имперским законам, любой, кто увидит мутанта, должен убить его, поэтому большинство из них прячутся в самых глубоких туннелях городов Ульев или удаленных пещерах и заброшенных коммуникациях. Большинство мутантов истребляют арбитры и солдаты СПО. Однако некоторые банды и знатные дома могут нанять мутантов для выполнения грязной работы. Принцесса с тоской слушала рассказ Калсиды и печально произнесла. «Не зря. Не зря мы называем людей манкеями. Вы дикари. Ваше общество состоит из фанатиков и рабов. Очень странно, что ваши души до сих пор не поработили темные боги. Кажется, Эльдрат Ультран ошибался насчет вашей роли в борьбе с хаосом». «Не стоит так резко отзываться о чуждом вам мире. Люди, может быть, не настолько духовно развиты, как ваша раса. Однако, как и любая цивилизация, Империум имеет свою культуру, которая помогает отвлечься от ужасов бесконечной войны. Наше общество чрезвычайно космополитично, ведь двух одинаковых планет найти невозможно. Поэтому смешение культур в Империуме – обычное дело. В особенности на центральных мирах звездных систем, где можно встретить кого угодно. От гвардейцев, столарных и наемников всех мастей, до паломников и беженцев. Чем выше в иерархии Империум находится человек, тем больше благ цивилизации ему доступна. Дворяне предпочитают охотиться и проводить время на всевозможных приемах, где часто выступают известные музыканты и актеры. Простые же граждане могут наслаждаться многочисленными праздниками в честь имперских святых и парадами. На каждой более или менее технологически продвинутой планете есть доступ к печатным и пикт-СМИ. Большую часть информации простые граждане получают из многочисленных вокс-передач и пикт-трансляций. Также им доступны множество баров и ресторанов, театров, а также и горных домов и публичных домов, официальных или не очень. Здесь все зависит от настроений планетарного правительства. Жители Империума также с удовольствием наблюдают за матчами по скрамболу, ярмарочными выступлениями и иногда подпольными гладиаторскими боями. Но у всего есть своя цена. Поэтому каждая планета чеканит свою валюту. Но использовать ее за пределами мира вряд ли получится, хотя у большинства имперских граждан и нет возможности путешествовать за пределы планеты. Однако существует единственная для всего Империума валюта – кредиты или троны. Их принимают на любом имперском мире, а также на космических станциях. Еще одной общепринятой валютой являются люди, так как все по праву рождения обязаны жизнью Императору. Они с радостью или нет, готовы послужить ему в виде расходного материала на войне. Деньги выпускают даже жрецы Адептус Механикус, и они ценятся купцами и вольными торговцами гораздо больше, чем монеты, отчеканенные губернаторским монетным двором, так как содержат больше драгметаллов. Для большинства простолюдинов деньги лишь упрощают обмен, поэтому зачастую они пользуются бартером или долговыми расписками. Бартер особо распространен на диких и феодальных мирах. На цивилизованных же планетах даже самые бедные люди, что в обычной жизни использует бартер, имеют небольшое количество монет на случай переезда в другой город или на другой континент. Нам, конечно, вряд ли когда сравнится по культурному развитию с эльдарской цивилизацией принцессы. Но, быть может, именно наша примитивность до сих пор и спасает нас от лап богов хаоса? Задумайтесь.